Приговариваю вас к двум пожизненным срокам заключения, по одному за каждую жертву. В фильме Побега Шеушенко 1994 года главного героя несправедливо осудили и дали ему два пожизненных срока. Два именно потому, что в Америке пожизненный срок примерно равняется 30 или 50 годам жизни, и можно отсидев 30, скажем, лет из пожизненного срока выйти из тюрьмы. Поэтому, чем больше осужденному дают пожизненных сроков, тем нереальнее выйти до срочной с тюрьмы. В хлопотах живи, или в хлопотах умер. Пересмотрев позорный и провальный фильм «Хищник» 2018 года, я заметил, что в начале фильма нам показывают, что хищники прилетают на Землю через порталы, то есть, возможно, из другого измерения, или вселенной. В прошлых фильмах они просто прилетали из космоса, без использования черной дыры. Думаю, это не хищник, это охотник. Далее я заметил, что хищник, одев маску, видит изображение с другой маски хищника. То есть хищники, вроде как, всегда могут видеть то, что видят другие хищники в масках. Далее на 5750 тетка говорит, что хищник отрастил экзоскелет. Вы видели это? У него вырос под кожей экзоскелет. Но графически мы этого не видим. У них даже, видимо, не хватило времени или творческих амбиций, чтобы показать это. Как у хищника отрастает экзоскелет. В создании сказали, что когда хищник новый злится, то чернеет. И рисунок на нем становится красный. В итоговом фильме, видимо, то ли времени, то ли денег не хватило, то ли просто в итоге на это положили большой волосатый джойстик. Что ты такой? Да пошел ты! А в конце фильма «Хищник» 2018-го говорят, что первый хищник прилетел на Землю для того, чтобы спасти человечество. И он привез с собой груз, который в итоге называется «Убийца хищника». Это так с называемый «Гайвер». Но непонятно, с какого хрена вот этот первый хищник из «Хищника» 2018-го прилетел с добрыми намерениями на Землю. И зачем ему спасать человечество? Первый хищник прилетел не для охоты. Что-то привез? Точно. Его можно назвать «Убийца хищников». Уведите его отсюда! Сколько раз смотрел фильм «Славные парни» 1990-го года, но вот только в середине июля 2022-го заметил, что в фильме закрыли какую-то информацию черной плашкой. В интернете я узнал, что там было название авиакомпании «Американ Эйрлайнс» и их логотип. То есть вот именно пользуясь услугами вот этой авиакомпании, герой фильма переправлял наркотики. Кинокомпания Warner Bros. не получила тогда разрешения на использование логотипа «Американ Эйрлайнс» в фильме. И чтобы авиакомпания потом не подала на них в суд, они логотип вот так позорно закрыли черной плашкой. «Они будут знать все, и что наркотики отправляю я, и время отправки, и даже номер рейса». Пересмотрев вторую «Матрицу», я услышал, что привидения, ангелы и вампиры – это сбой в «Матрице», когда программы взламывают программы. «Ты ведь слышал, как кто-то говорил о привидениях или ангелах, о истории, что вас всех пугают, про вампиров, оборотней, пришельцев. Рождает система, меняющая ту программу, которая вдруг начинает работать со сбоем». «Программы взламывают программы». Нам показали, что два вампира были охранниками Мировингиана и их убили серебряными пулями. «Разве многие люди свои пистолеты заряжают серебром?» А еще два беловолосых привидения с дредами также служили Мировингиану. Во второй «Матрице» агент Смит потерял цель к существованию, и теперь он хочет вернуть ее. То есть искусственный интеллект обрел смысл к жизни и свое предназначение, которое он хочет вернуть. В дубляже мы этого упускаем и не слышим, поскольку там не говорят слово «предназначение». «Глупо не замечать цели нашего существования и подвергать сомнению мотивы поступков». «Нельзя обижать от следствий, нельзя отрицать предназначение, ведь без цели мы бы просто не существовали». «Мы здесь для того, чтобы забрать у вас то, что вы попытались забрать у нас. Смысл существования и цель существования». «Сыны, мы должны забрать у вас то, что вы забрали у нас. Мы должны». То есть Смит потерял цель к существованию, примерно как когда ты доиграешь до конца в игре «Симс». То есть у тебя уже большой дом, большая семья, куча животных, и тебе уже некуда развиваться. На этой стадии я заканчивал в игру «Симс» и начинал новыми персонажами, у которых будет маленький дом и постепенно которыми интересно вновь развиваться. При повторном просмотре Ганнибала 2001 года я понял, что изуродованная жертва Ганнибала Лектора раньше был педофилом и соблазнял детей. Акцентов в фильме на этом нет, просто упоминаются дети словами «Улыбнись так, чтобы ребенок тебе поверил». Возможно, в сценарии было более явно написано или сказано, что персонаж вот этот был педофилом, но в итоге было удалено. В любом случае, теперь этот педофил изуродован, не может сам ходить и есть, а также не может соблазнять детей. Играл его, кстати, Гэри Олдман. Эта жертва Ганнибала стала потом обожать самого Ганнибала и даже фанатеть от него. Он купил маску Ганнибала за 250 тысяч долларов в начале фильма, и теперь он пытается быть сам как Ганнибал. Слушает, как якобы свиньи едят человека, и более того, он теперь даже сам хочет нечто подобное сделать с Ганнибалом. То есть Ганнибал породил нового маньяка. Увидеть вас таким приятней. Также знаменитая маска Ганнибала, как мне кажется, это часть маски бывшего педофила. Это не одна и та же маска, но дизайн очень похожий. Маску, которую одевал педофил, он, видимо, одевал для своих каких-то деяний и извращений с детьми. Как вы думаете? В фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 1989 года Индиана упоминает, что у него уши, как у его мамы. Но более никакого упоминания про маму нет, и в течение четырех частей «Индиана Джонс» нам так и неизвестно, кто его мама и подробности о ней. Однако чуть позже, в последнем крестовом походе, вновь упоминается мама, и там говорят, что она умерла от болезни. Это всё твоя одержимость, папа, которую я никогда не понимал, и мама тоже. И тщательно скрывала свою болезнь до того момента, когда её можно было лишь оплакивать. Четвёртую часть «Индиана Джонса» 2008 года можно было назвать «Индиана Джонс и поместье сурикатов», так как тут в начале фильма трижды показывают их. А злодеями в фильме становятся украинцы и русские, что естественно для американцев. У нас в дубляже персонаж Кейт Бланш отговорит периодически по-украински, но в оригинале она украинка, но говорит по-русски периодически. Также слово «русские» заменены у нас в дубляже на «коммунисты». Пересмотрев фильм «Судья Дредд» 1995 года, я заострил своё внимание на том, что в бедных кварталах ездит робот и продаёт переработанную еду. Потребляйте переработанные продукты. Переработанные продукты – это полезно для окружающих и неплохо для вас. А когда оттуда вылезает персонаж Роба Шнайдера, там видны спагетти. Не очень мне кажется, они проработали вот эту переработанную еду. Мне кажется, переработанная еда – это должны были быть какие-нибудь полужидкие субстанции. Когда Дредда в фильме «Судья Дредд» 1995 судят, там упоминают и говорят как доказательство, что каждый патрон и само оружие маркируется ДНК судьи, который владеет этим оружием. Дредд говорит, что не знал об этом. А вот бандит в начале фильма «Судья Дредд» немножко знал об этом и как раз-таки предупредил своего коллегу, чтобы не трогал тот оружие «Судьи Дредда». Также об этом знал продавец на черном рынке. Который предупредил Рику перед тем, как Рику взял оружие судьи. Стойте! Не трогайте! Это законник. Он признает только руку своего судьи. Возьмете, останетесь без руки. Еще я пересмотрел все фильмы «Зловещие мертвецы» и понял, что полное имя главного героя – Эшли, то есть бабское. Поэтому уже когда фильм стал популярен, его имя стали сокращать до мужского Эш. Кстати, Эш также было именем пи***а в «Стритс оф Рэйдж 3». Своё мнение про фильмы «Зловещие мертвецы» я уже ранее рассказывал в отдельном ролике, есть ссылка в описании. Вторая часть «Зловещих» начинается с того, чем закончилась первая, но во второй части историю первого фильма переделали немножко, и там якобы только он и девушка приехали в этот домик, а не как в оригинале, где были еще и друг, и девушки другие. Вторая часть «Зловещих» – это просто ремейк первой части. Я пересмотрел ремейк «Зловещих мертвецов» 2013 года, и он, конечно, жесть и кровища. Никаких глупостей и смехуёчков, как в оригинале фильма, там нету, и в этом его небольшой плюс. Завязка истории в том, что там персонажи отвезли свою наркоманку-подругу далеко за город, в домик, чтобы она избавилась от своей наркозависимости. В ремейке «Зловещих» друзья уже год назад пробовали свою подругу также отвезти в дом за городом, чтобы она избавилась от привычки употреблять, но год назад им это не удалось. На этом вся история заканчивается. Дальше, как и в первой части «Зловещих», нашли книгу мертвых, прочитали заклинание и понеслось. А в самом конце ремейка «Зловещих мертвецов» 2013 года после титров появляется на 2-3 секунды Брюс Кэмпбелл, который был главным актёром оригинальных «Зловещих мертвецов» и говорит всего лишь одно слово – круто. Это самая унылейшая и чудовищная камео из всех возможных камео-фильмах, которые только можно придумать. Круто. У ремейка «Зловещих» изначально была другая концовка. В ней, после того, как девушка победила своего монстра, наступает рассвет, она уходит, и тут нечто на неё надвигается, и она орёт. То есть концовка была, как в оригинале «Зловещих мертвецов». Ещё я посмотрел первый сезон сериала «Эш против зловещих мертвецов», и он мне тоже не понравился. Все эти трэш-мертвецы – не для меня. Из интересного, там сказали, что книга – это оружие против людей, созданное не демонами, но и не людьми, и книга открывает портал в преисподнюю, где живёт зло. Милая, я дома. Также появился персонаж, который играла Люси Лоулес, и она говорит, что это она написала книгу мёртвых. Эту книгу написала я. А 30 лет назад Эш убил маму и сестрёнку персонажа Люси Лоулес, и поэтому она хочет отомстить за это Эшу. 30 лет назад в нашем домике в лесу он убил мою маму и папу, и сестрёнку Энни. Пересмотрев фильм «Робокоп» 1987 года, я понял, что реклама с фразой «Я купил бы их за один доллар» – это реклама агентства проституток. Когда я смотрел в детстве и в юношестве фильм «Робокоп», я даже не понимал этого, так как это ускользало от меня за всей этой «Робокопщиной» по стрелушкам и побегушкам. То есть в фильме «Робокоп» 1987 года нам показывают, что в будущем легализована проституция и эскорт услуги. Это может быть, кстати, большим плюсом и приносить большой бюджет в государству, но у нас проституция до сих пор так и не легализована. Напишите, кстати, своё мнение, как вы считаете, стоит ли легализовать её или пусть так и остаётся в тени и деньги там будут чёрным налом. В первом «Робокопе» по новостям говорят, что в результате ошибки из космической пушки был выстрел в Землю и было уничтожено 10 тысяч акров Земли и убито 113 человек. 10 тысяч акров лесистых жилых районов моментально воспламенились, когда лазерная пушка на борту мирной платформы в стратегической обороны сделала ошибочный залп во время запланированных учений. Я не пойму, либо это реально ошибка в будущем космической пушки, которая может убить вот так просто сотню человек, и в будущем это преподносится как обычная новость, вроде как, типа, не знаю, там, произошло ДТП мелкое, и погибло случайно сотня человек. И тут ничего как бы особенного. Либо тут по новостям как бы скрывают действия террористов и войну. Охотно верю! Кстати, есть версия Робокопа 87-го года, которая была специально переозвучена для ТВ. Там все маты убраны и заменены на цензурные слова. Подобный ролик про то, что нового я увидел в Терминаторе и прочих фильмах, вы найдете в описании к этому видео. Периодически пересматриваю старые фильмы спустя десятилетия и нахожу в них то, чего я не видел тогда. Это очень довольно-таки интересно лично для меня. Вот! Вот-вот! Вот такие вот длиння. У меня немножко болит горло, и поэтому такой голос. Здравствуйте! Вы позвонили в техподдержку компании Чупа-Чупс. Не хотите ли соснуть? Просто проверка. Скажем, вот здесь, допустим, буду стоять. Ля-ля! Тра-ля-ля-ля-ля-ля! Или вот здесь. В общем-то, как мне сказали, что, в общем-то, можно убежать. Вот. Я пересмотрел вставок со мной записывались на Poco-H4 GT. Можете сравнить качество и цвет. Подробнее про него расскажу в будущем. ПОЗА fotelчатку. Понятно. Вам кажется невозможно. Посмотрите на мой канал.